Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу о своей библиотеке игр на Xbox One. Просто многие спрашивают, какие игры у тебя вообще имеются, во что ты играешь, что прошел и так далее. В этом видео я вам обо всем этом расскажу. Короче, погнали! Так, ну теперь давайте смотреть, что же у меня в наличии имеется. Переходим в мои игры приложения и смотрим. Всего мне можно установить 347 игр. Не думайте, что я абсолютно все купил. Многие игры раздались мне по голоду. Или же они вообще фритуплейные. Начнем с Эдарбой. Эдарб раздавался по голоду. Вот эта штука тоже раздавалась по голоду. A Way Out это такая игруха на двоих. Я очень ее советую всем тем, у кого есть брат, друг, и вы хотите во что-то вдвоем поиграть. Эта игруха поддержит плитскрин и считаю, что одна из лучших игр, которая вообще создана для двоих человек. Кроме игры под названием Братья. Ребят, очень годно, очень советую. Тем более она, по-моему, есть в Аксессе, если не ошибаюсь. Вот эти игры также раздались по голоду. Nightmares тоже раздался по голоду. Кстати, мне нравится Alan Wake. Но вторая часть, она как в виде, я не знаю, типа дополнения. Но она не очень прикольная, поскольку там не прям офигенная сюжетка. APB тоже по голоду. Apex Legends бесплатная, кстати, иногда в него поигрываю. Прикольная игруха, мне понравилась. Ark вообще не мое, вообще не мое. Я как-то раз пробовал запускать, она лагала. Ой, ужасно, там оптимизации, конечно, не было. Army of 2 тоже раздавалась по голоду. Тоже, кстати, очень классная игруха на двоих. Мы прошли ее с братом все две части только. Да, две части мы прошли. Вот, очень классная игруха, особенно на двоих. В плитскрине мы прошли вообще очень много, кстати, классных эмоций. Сейчас она, конечно, старенько смотрится. Ну, поскольку она все-таки была на 360. Но в любом случае, если вы не прохотели, поиграйте. Реально клевая. Так, Assassin's Creed, их очень много. Единственное, у меня нет на боксе второй части, поскольку она не раздавалась по голоду. А вот Unity я купил за 150 рублей через, по-моему, магазин CD-Case. Там была, капец, какая скидка. Если что, скидка, по-моему, на днях она продолжается. Или же она, ну, появляется довольно-таки часто. И там можно эту игруху, эту часть забрать где-то за рублей 100-150. Данные игры у меня тоже по голоду. По голоду, бесплатно. И Batman я покупал. Я покупал не на старте, но я ее точно приобрел опять по голоду, по голоду. Кстати, ребят, на самом деле все игры по голоду я начал разбирать до старта Xbox One в России. Как я это делал? Пока Xbox One не было в России, я через приложение Xbox на телефоне просто брал игры. Почему? Потому что аккаунт один, голод был. И я просто, так скажем, заранее, пока у меня не было Xbox One, брал игры, которые даются по голоду. Если кто-то делал так же, ставьте лайк. Вот. Батла третья тоже, по-моему, мне досталась бесплатно. По-моему, по подписке ее тоже раздавали. Батлу четвертую купили, батлу первую мы купили. А пятая, видимо, здесь у меня висит, потому что в нее можно было поиграть бесплатно. Там есть пробный перевод для тех, кто не знал. Бионета тоже. По голоду, по голоду, по голоду, по голоду. Кстати, насчет BioShock расскажу вам маленькую историю. Все мы знаем, что на Xbox One сделали переиздание. Но переиздание сделали до того момента, пока BioShock появился в обратной совместимости. И меня, кстати, здесь никто не послушал. Потому что, когда BioShock выпускался в переиздании, я всем говорил, что он, в принципе, не имеет смысла. Да, там будет улучшенная графика, но, ребят, вот помяните мое слово, BioShock появится в обратной совместимости. Никто мне как-то бы не поверил, я не знаю, как-то не обращал внимания. И все-таки его добавили в обратную совместимость, и переиздание там получилось не очень, поскольку его нельзя было стримить, сохранять скриншоты, и вообще как-то очень странно все получилось. Кстати, почему я, грубо говоря, знал, что его добавят по обратной совместимости? Потому что до того, как появлялась обратная совместимость, там была новость. Новость официально. Сказали о том, что все игры, которые раздавались по голду, абсолютно все, вот прям так сказали, они будут в обратной совместимости. И BioShock тоже когда-то раздавался по обратной совместимости, поэтому его и добавили. Кто купил переиздание BioShock? Парни, сорян, надо было меня слушать. Вот. Вот это, по-моему, бесплатно, или же по голду, бесплатно. Вот это, кстати, игруха Blue Estate, она вообще идет на Kinect, очень веселая игрушка. Поиграйте, если у вас есть Kinect. Барда по голду, Брейв по голду. Брау Халл, она бесплатная. Ребята, если кто-то хочет погонять, добавляйтесь, пишите, устроим сходку. Реально прикольная игруха по типу, по типу Mario Smash Bros., если не ошибаюсь. Paradise бесплатная. Колду Black Ops 1. Я вообще взял там за рублей 30, если не ошибаюсь. Был такой момент, когда можно было игры от 360 купить прям за мелочь, за 30 рублей, за 50. Это был единственный день, когда делали другой курс. То есть, грубо говоря, были сначала рубли, а потом в майке перевели Microsoft Store в доллары. И в этот момент можно было скупить игры по 360 боксу прям за копейки, поскольку конвертация почему-то не работала. То есть, писал, что они стоили в баксах, а на самом деле покупались в рубли. То есть, это была халява невероятная. Вот, колду я брал практически на старте. Вот эту часть колды Modern Warfare 2 я тоже взял за рублей 30. Call of Duty мы купили вообще своему бате, он любит колду. Эту колду мы тоже купили за фулл прайс. А нет, мы колду эту купили вообще по скидке. Опять голд, голд, голд. Кстати, всегда разбираю я игру по голду, хоть и не играю. Потом я понимаю весь их смысл. Некоторые игры, кстати, действительно годные, хоть и их все обсирают. Мы либо играем толпой, либо просто не играем. Вот, Harry, вот, тоже, кстати, неплохая игра. Раздавали ее, по-моему, вообще на начальных этапах Xbox One в России. Вот эту игруху я даже не запускал. Тоже по голду, по голду, по голду. Крагдан вообще стал раздаваться бесплатно с выходом третьей. Также и вторая часть. По голду. Вот это либо фритуплейно, либо по голду. Крассаут бесплатный. Капхед брал за фулл прайс в дату выхода. D4 она полностью распространялась бесплатно. Кстати, это одна из немногих игр, которая поддерживает сразу и Kinect, и управление через Joy. Но она такая прикольная, интерактивная, только я ни хрена не понял, поскольку она полностью на английском. Dust Central мне шел вообще в комплекте с консолью. Inferno бесплатно, бесплатно. Ну, потому что по голду. И Dark Souls 3 полное издание. Сейчас я вам докажу, что это полное издание, по-моему, за 7 тысяч. Вот все дополнения. Не моя игруха. Мне ее вообще прислали на обзор в Medium Arc. Я так и не сделал обзор, потому что там что-то у них не срослось, не срослось с меня. Но игруха, блин, лично для меня это просто не моя игруха. Я не умею играть в такие игры, и для меня они слишком сложные. И я не ловлю кайф от всей этой механики. Вот, сорян. Darksiders по голду. Это фритуплейная. DC Universal фритуплейная. Dead Space по голду. Вот, кстати, насчет Dead Space, ребят. Dead Space мне удалось взять вообще все три части по голду. Я не знаю, каким боком, но мне что-то приспичило перепройти все части Dead Space. Я такой сижу, думаю, блин, не купить бы мне Dead Space. У меня как раз была первая по голду. Потом вдруг выходит вторая и третья. Я такой, охренеть, господи, блин, хорошо, что я их не купил, потому что, ну, по голду это вообще халява. Иногда, кстати, душит жаба, когда ты такой собираешься купить какую-то игру, покупаешь, и прям через месяц она становится по голду. И ты такой, бля, и зачем я это сделал? Вот, ну, у меня таких ситуаций крайне мало, поэтому нормально. Все игры по голду, по голду. Destiny вообще пробный период, по-моему. По голду, по голду, по голду. Dragon Age, не знаю, что она здесь делает, я не покупал. По голду. Open Beta вообще нужно удалить, скрыть списка. Doom тоже скрыть список. Ну, там либо демо, либо... Да, просто демо. Фантазия, по-моему, пробный период. Mickey Mouse, Gold, Gold, открытое бета-тестирование тоже. Давайте удалим, что у нас в списке висит. Fallout Shelter, он бесплатный. Кстати, ни разу не запускал его на консоли. Считаю, это как бы мобильная версия должна оставаться мобильной версией, поскольку на консоли не так удобно играть. Far Cry, третий по голду. FIFA 15, она мне была в комплекте с консолькой. Очень классно, я поиграл в нее, блин, вот тупо год в ней сидел. Очень классно, я к ней очень привык, реально клевое. FIFA 19 тоже был пробник, давайте ее удалим. Кстати, FIFA 20 я тоже собираюсь купить, но в конце видео я расскажу, какие игры собираюсь купить. For Honor Standard Edition тоже давалось по голду. Honor удаляем. Бета, Fortnite бесплатный, Gold, это тоже бесплатная версия была. Это, кстати, вот Forza Horizon 2, это вообще отдельная бесплатная игра, то есть она как бы не относится к Forza 2. Она относится, но играет совершенно бесплатно. Если вы не имеете второй части Forza, то Forza Horizon 2 вы можете без проблем скачать, и она у вас будет играться. Forza Horizon 3 мне купили вообще, по сути, мои братья. Мы с ними играли. Forza Horizon 6 по голду. Forza 7, по-моему, демо есть, не ошибаюсь. Давайте ее тоже удалим. Вот, но гонки не мое. Fru, игруха, это, кстати, одна из замечательных игр на Kinect. Она очень клевая, можно играть как одному, так и вдвоем. Суть игры в том, что вы должны при помощи своего тела, так скажем, сделать дорогу своему персонажу, которому управляете через геймпад. Реально очень весело, прошел супер. Fruit Ninja, классненькая. Game of Thrones не прошел, но, по-моему, фри-то-плейная. Серия Gears. Она мне давалась за покупку, по-моему, четвертой части. То есть, была такая тема, когда вы покупали четвертую часть, вам даются, по сути, все части Gears бесплатные. Это вообще кофессно было. Плюс некоторые, по-моему, серии Gears я забрал вообще по голду. Вот, по голду, по голду, по голду, по голду. Вот это мы купили, по сути, с братом. Он четвертую и пятую купил вместе. Ага, он купил. Он фанат гиташки у меня, я не любитель гитара. По голду, по голду. Hell 3 я не помню. По-моему, была вот по голду она. Я ее тоже забрал. Вот эти игры по голду, по голду, по голду. Бесплатные. По голду, по голду, по голду. So, Injustice 2 я купил вообще, по-моему, за 1200, за 1300 рублей, когда был офигенный скидон. Я всегда, на самом деле, в игры, которые, ну, не сильно хочу поиграть, я жду на них скидон, а потом играю. И 1200 за такую игру, это вообще сверх, сверх скидка. Insight недавно тоже раздавали по голду. Очень классная игрушка, проникся. И, ну, реально прикольная. Она какая-то, знаете, ну, необычная. Она очень необычная и такая заставляет подумать. И в ней хочется найти истинный смысл. Реально, годная игруха, кто не играл, советую. По голду, Jam Force Open Beta. Давайте тоже удаляем. Jazz Scouts 3, если не ошибаюсь, Илюха купил ее, но ее раздали по голду. Jazz Dance. Вообще просто в какой-то момент мы стали фанатеть о Jazz Dance и начали скупать все части. У меня, по-моему, если не ошибаюсь, какая-то часть вообще на диске. Но Jazz Dance это самый офигенный танцульк на кинекте. Gold. Кстати, некоторые игры по голду, хоть они не раздавались в России, но их можно было взять из другого региона. Я тоже это делал. Не знаю, зачем, хоть я в эти игры не играю, но я всегда беру эту халяву. Вот. Killer Instinct. Она free-to-play. Кстати, кто не знает, я однажды выиграл в Xbox России, короче, второй сезон Killer Instinct. Прям совсем-совсем давно. Это годно. Им большое спасибо. Они раньше проводили прикольные розыгрыши. Хоть как-то шевелились в России. Kung Fu Kinect это переиздание старой игры на Kinect. Тоже очень годная. Покупался full price. По-моему, она в районе 2000 стоила. А может быть и 1000. Star Wars у нас по голду шел. Left 4 Dead мы покупали. Хотели бы мы ее все-таки вспомнить. Настоль же мы очень любим серию Left 4 Dead. Мы играли в Хабаровске очень много на двоих. Проходили и на безумном, и на сложном. Вы не представляете, сколько времени на самом деле провели в ней. Вот. Вот эти игры были по голду. Кстати, заметили, сколько игр по голду? Это вообще просто жесть. Просто жесть. Лего Антиана Джонсона. У меня, по-моему, даже на диске есть. Мстители. Мстители либо купил, либо демка здесь. Gold. 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 Кстати, Maroners офигенная игрушка для большой толпы. Мы летом собирались. Ну, как собирались. Мы сделали летсплей, но, к сожалению, видосы удалились. И мы там играли на желание. Короче, вообще ржали над этой игрушкой. Капец как. Вот. Эти все игры по голду и какие-то бесплатные. И Мафию третью купил мой братан. Я ему говорил, что Илюха, не бери. Она не очень. Он говорит, да ладно, там она клевая. В итоге она оказалась не очень. И он просрал ее деньги. Ловидли Плэнни, по-моему, вообще либо по голду раздавали, либо она бесплатная, либо же вообще демо. Ловерс тоже был по голду. Marvel's Heroes. Я просто хотел попробовать, но мне не заходят такие игры, к сожалению. Marvel против Capcom, по-моему, демо. Тоже давайте удалим из списка. Вот эти игры у нас по голду. Кстати, очень классно, что Xbox раздавал некоторые игры по обратной совместимости со старого Xbox. Это реально очень годно. Так, вот эти игры раздавались по голду. Метро я покупал в комплекте, рублей за 300. Ну, каждое у меня вышло 150. Очень проникся я с этих частей метро. И в будущем хотел купить себе Exodus. То есть, как бы, хоть игры-то и старенькие, но они, вау, они такие атмосферы, что вообще класс. Metal Gear Solid вообще не переношу я. Хоть Кодзима гений. Гений. Абсолютно гений. Но я не проникся вот в серии. Я не понимаю, что к чему. И просто не нравятся стелс-игры. Mirror's Age у меня просто, так скажем, по голду. Вторая Mirror's Age у меня демо. Вот эти по голду. И Мортухи. Мортухи я брал за фулл прайс. Одну брал за 3000. X-версию прям по фулл прайсу с даты релиза. И вторую Mortal Kombat 11 тоже в дату релиза. И уже за 4000. Вот. Вот эти игры по голду. Тоже вот это вот достаточно прикольное. Но однообразное. Но такая прикольная, потому что она полностью переведена на русский. И весьма интересный сюжет. Вот. Люблю Наруто. Да, я хоть и не особо люблю аниме. Но Наруто мне нравится. Я купил еще буду четвертую часть. Поскольку вторую и третью я прошел на 360. Перездание не покупал, потому что не вижу в них смысла. Вот. И купил Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер. К сожалению, эта игруха не оправдала ожиданий. Как бы она... У нее клевая задумка. В нее прикольно играет. Но она тупо сырая. Она тупо недоделана. Поиск игроков там около трех месяцев. Шиворот на выворот был сделан. Короче, вот с технической части игруха вообще очень плохая. Хоть она и на Xbox стоила, по-моему, 4700 вместо 4000. Вообще в шоке. Вот. По голоду. По голоду. По голоду. По голоду. По голоду. Need for Speed купил мой брат. Потом ее раздали. По голоду. Я ему всегда советую. Чувак, не покупай игры по голоду. Блин, ну их скоро раздадут. Нет, нет, нет. Их не раздадут. Я хочу поиграть. В итоге купил. Ее раздали по голоду. Вот. Ори. Ори сначала я купил за фулл прайс. По-моему, в дату выхода. Очень классная игрушка. Очень атмосферная 2D прям сок. На самом деле, один из лучших платформеров, считаю. Вот. А потом, эта часть обновилась до издания. Я не знаю, как это произошло. Просто разрабы захотели дать всем издание, кто купил первую часть. Неплохо. Вот эту дали по голоду. А вот эту игруху мне дали вообще за просмотр, по-моему, какого-то E3. А может даже и Gamescom. По голоду. Outlast мы, по-моему, купили вместе с братом рублей за 300. Она нам очень понравилась. Она реально очень страшная и атмосферная прям годная. Вторую часть мы так и не прошли. Она страшнее, чем первая, но что-то как-то уже поднадоело. Overwatch Original Edition. Чего? Я не покупал Overwatch. Очень странное явление. Потом, по голоду, по-моему, по голоду. Вот эти игры, вот эти вот Perfect Dark и остальные мне раздавались тоже за просмотр какого-то мероприятия на стриме. Phantom Dust, это вообще отдельный разговор. Это тоже якобы переиздание, типа эксклюзив Xbox One. Но игруха... Я, игруха, не проникся. Gold, gold, gold. По-моему, Bixark вообще бесплатная. Zombie Planet мы покупали там вообще за копейки. Очень нравится нам эта серия игр. Но все равно все-таки мобильные игры должны оставаться на мобильных игр, поскольку на консоль играть не очень удобно. Вот это все по голоду. Это вообще бесплатная. Pug. Я купил Pug за 2000. Да, реально, я купил Pug за 2000. Я идиот. Просто я в нее не играю. Это, по-моему, мнению, самая неоптимизированная игра. И, ну, это просто выкидыш денег на самом деле. Вот вообще. Кому нравится, споров нет. Игруха сама по себе прикольная. Но как она сделана на консолях, это вообще проще ее все-таки поставить на ПК. Вот. Planet of Zombie, по-моему, демо. Power Star Golf, это по-любому. Gold, gold. Project Spark, вообще, по-моему, проект закрылся. Это был эксклюзив Xbox One, в котором можно было внутри игры создавать свои игры по типу Рублокса. Вот. Но она тоже раздавалась, кстати, бесплатно. По голоду, по голоду. Quantum Break. Вот такая вот игруха классная. Но после нее у меня к ремиде пропало, так скажем, доверие. Потому что, знаете, обещали одно, сделали другое. Особенно обидное было, когда до этого утвердили, что Quantum Break это эксклюзив Xbox One. Это супер и так далее. А в итоге, через день до выхода, вот, в итоге за день до выхода нам говорят, что она выйдет на ПК. А потом она вообще выходит в Стиме. Ну, чуваки, зачем так делать? Зачем говорить, что изначально игруха была эксклюзивом? Только для Xbox. Да, писали только. Только для Xbox. В итоге потом сливает на ПК. Опять же, мне сейчас на это пофигу, но к ремиде у меня остался такой осадочек. Плюс игруха на релизе, она была немного срыватая. Там были, ну, мини-баги, типа, свет проходил через игрока. Ну, много нестыковок было. Но сериал и перевод там отличный. Поэтому советую, кому хочется пройти действительно интересную игру с действительно интересным сюжетом. Это Quantum Break. Кстати, Quantum Break мне достался вообще на халяву. Пресс-релизная версия. По сути, я поиграл в нее там за полторы недели до выхода. За это большое спасибо подписчице Лифтине. Она просто на тот момент работала в Медиамаркте и предоставила мне возможность сделать обзор. Прям вот, респект еще ей. Вот, но игруха реально годная. По голоду, по голоду, по голоду, по голоду. Рекорд я не помню. Почему она не по голоду? Твордет я покупал через месяц специальное издание за 4,500, когда на него была скидка. Тоже годная игруха, но немножко она затянутая. Игры по голоду. По-моему, по голоду, если не ошибаюсь. Нет, это не по голоду. Она, скорее всего, пробник. Вот, эти игрухи или бесплатные, либо по голоду, по голоду. Кстати, Райз хоть и раздавали по голоду, но я покупал ее, так скажем, когда покупал консоль. Прям с самого начала. Офигенный эксклюзив. Самый красивый эксклюзив, я считаю. Ну, кроме гири. Вот, поэтому всем совет. Тоже очень прикольная. Сенс Роу, по-моему, тоже раздавали по голоду. Стрит тоже по голоду. Элит Снайпер, если не ошибаюсь, купил мой брат. Вот, Слиппин Докс тоже он купил. Блин, я ему тоже говорил, что зачем ты ее покупаешь, потому что он играл на 360-м. В итоге купил эту игруху, и она тоже раздалась по голоду. Ему прямо не везет на покупки. Вот, Шерлок Холмс по голоду. Если не ошибаюсь, Шейпап я покупал на диске за рублей 300. 300 рублей, блин, за диск. Это вообще для Хуана, это капец как. Вот, я устраивал даже проект, где, так скажем, качался некоторое время в Шейпапе. Вот, это один из самых начальных моих проектов на игрух. Прикольный, на самом деле, если у вас есть Кинект. Шадоу Варио тоже было по голоду. Я все прошел. Прикольная игрушка. Вот эти вот все игры по голоду. Стип, Open Beta. Давайте ее вообще удалим. Stux, Stux по голоду. The Force Unleashed. Первую часть я купил, ее раздали по голоду. А вторую я уже не стал покупать, ее тоже раздали по голоду. Republic Commando. Вот эти тоже по голоду. Прикольно, кстати, сделали. Sunset Overdrive тоже взял по голоду. Ну, знаете, на самом деле я вот с Sunset там не проникся. Мне просто не нравится такая вот молодежная тематика, поскольку я считаю, что она, ну, какая-то несерьезная игруха получилась. И чисто по приколу. И я не знаю, кто от нее фанатей. Это же ее вторую часть. Типа, чего второй-то показывать? Вот. Вот эти игры тоже по голоду. Banner Saga тоже, по-моему, по голоду. Tech Tournament, кстати, который раздают в этом месяце, она вообще раздавалась бесплатно за просмотром мероприятия. По-моему, за E3 2016. Когда только-только анонсировали обратную совместимость, ее всем абсолютно давали. И почему ее дали сейчас, я вообще не понимаю. Это капец. Черепашки Низи, это, пожалуй, одна из самых недооцененных игр, которая вообще, кстати, пропала история, что ее нельзя купить. Напишите плюсик, если вы вдруг ее купили. Мы можем ее пройти, поскольку... Но она прикольная. Мне нравится в нее играть. И она создана только для кооператива. И, к сожалению, жалко, что она переведена только на английский язык. Русского там нету. Суперход брался full price. Да, по-моему, рублей за 600. Прикольная игрушка. Очень прикольная. Супер. Закрю тоже мой братан набрал. Ее тоже раздавали по голду. Вот эти игрушки по голду. Заявил Визин. По-моему, покупал за рублей 300, если не ошибаюсь. Вот эту игруху дали за просмотр какого-то мероприятия. Вот эти игры тоже по голду или они бесплатные были. Titanfall. И первый, второй я купил за full price. Первый Titanfall я, кстати, даже покупал на 360. Прям, ну, очень мне нравится эта серия. Игра, она быстрая, динамичная. И, ну, вот просто, короче, душа к ней лежит. Ты вот вообще в шоке от нее, на самом деле. Вот во втором Titanfall я, наверное, провел не меньше времени, чем в первой. А в первой я провел очень много времени и на 360, и на Хуане. Это вообще жесть. Я рубился днями и ночами к ней. Вот эти игры тоже раздавались по голду, кроме Splinter Cell. Splinter Cell я покупал за рублей 300, ее тоже раздали потом по голду. Я молодец. За дивизию вторую мы брали, по-моему, спустя полтора года после выхода. Я недооценил ее на бетке, но потом она мне очень, капец, как понравилась. Ghost Dragon взял мой брат. Мы так с ним и не прошли ее, но, может быть, пройдем. Ставьте плюсик, если хотите, стримов. Strike Mania Turbo, по-моему, как-то раздавалась по голду, если не ошибаюсь. Или же это демо. Давайте посмотрим. Не знаю, вот это точно демо. А может и не демо. Фиг его знает. Вот эти игры по голду. Tomb Raider тоже раздали по голду. Трансформеры это тоже одна из неоцененных игр. Практически из той же серии, что и Черепашки. Вот. Я покупал ее по скидке. Ну, такая прикольная поместится. Жалко, что нет там кооператива. А так она достаточно прикольная, аркадная. Ну, мне такие игры нравятся лично. Trails Fashion. Вот эти игры у нас по голду. По голду. Unrival, по-моему, вообще демка. Почему она висит, не знаю. Игры за просмотром мероприятия. Кстати, Vanquish. Или Vanquish, не знаю. Классная игруха. Я ее сначала хотел купить, но мне удалось ее поиграть и добыть по голду. Реально клевая она. Реально быстрая. Это прям... Ну, реально интересно. Я ее все прошел. Прикольно. Я как бы хотел бы увидеть вторую часть. Вот. Вот эту по голду, по голду. Warface и Warframe они фри-то-плейные. По голду, по голду. Я уже заколебался это слово говорить. По голду. Фри-то-плейные. Вольфонштейн, The New Order. Второй я вот не помню. А, это демо, но я бы ее прошел в пассе. Кстати, пасс это очень выгодная подписка. Если у вас нету игр, то купите себе подписку. Там просто море игр. Вот эти игры мы взяли по жуткому скидону. Вот эту, по-моему, рублей за 300, а вот эту за 600. По-моему, мы брали там 3 года назад. И вообще просто офигенный. WitchDocs тоже раздавался по голду. Это вообще была какая-то мистика, так скажем, раздача по голду. А, червячки тоже, по-моему, по голду. Это демка, если не ошибаюсь, по голду. Фитнес, она распространялась вообще бесплатно. Она ориентирована для тех, кто имел Kinect. А на момент выхода все практически имели Kinect, но этот проект не зашел. Его тупо, тупо минусанули. Его тупо закрыли. XCOM, по-моему, по голду. The Heroes по голду. Очевидец не помню. Max, проклятие мне тоже давали, короче, в комплекте с консолью. Я покупал консоль в 1С Интерес, и в комплекте тоже шла эта игра. По голду. Alan Wake, если не ошибаюсь, либо я ее купил, либо тоже по голду. Zombie U по голду. Pirate по голду. Это по голду. А нет, вот Rare Play, кстати, тоже давали за просмотр. Сорян. Вот по голду. Вот эту игру я купил за рублей 200-150. По-моему, там была лютая скидка, и я ей воспользовался. Тачки 2, Tron, и вот эти игры тоже, они либо фритуплейные, либо давались по голду. Короче, если вы можете заметить, то практически все игры, вот большинство, так скажем, ну, точно в районе 200 у меня не купленных, а чисто взяты по голду. Поскольку я всегда беру игры по голду. Независимо, буду играть в них или не буду. Вот, поэтому независимо играю в эту игру и не играю, я все равно возьму ее по голду. Вот, из игр, которые у меня стоят на консоли, это Devil May Cry, который в пассе. Gears of War 5, я, кстати, не покупал. Я взял Ultimate Edition, ну, потому что это выгоднее, нежели покупать одну игру за 5700. Я просто взял Ultimate подписку, продлил ее на 2 года, и теперь я могу играть 2 года в Ultimate из здания Gears of War 5. На 4 дня раньше, по-моему, релиза. И получать всякие дополнительные персонажи, почему бы нет. Нет, серия Gears, мы попытаемся пройти, я их скоро удалю. Метро, покупал вообще через Аргентину за 1000 рублей, самые полные здания со всеми дополнениями. Это вообще в шоке было от этой возможности. Вот, Mortal Kombat 11, Overcooked раздавали по голду, Supermarket, Shrek, Ждите, Let's Play с Настей. Она раздается в Xbox Game Pass. Офигенная игрушка, особенно для двоих. Радуга брал мой брат, классная, но я до сих пор не научился в нее играть, поскольку, ну, нету столько времени, чтобы прочекать каждого персонажа. И Дивизия 2. Я брал ее практически на старте, там, по-моему, через месяц за 10,5. Тоже была неплохая скидка. И, в принципе, все. Стоит у меня, короче, предзаказ на Cyberpunk 2077, и в ближайшее время жду FIFA 20 и колду. Это те игры, которые я хочу купить. И, в принципе, практически все. Единственное, у меня еще на дисках висит Far Cry 4, Minecraft, Forza Horizon 2, вторая, Arise, Dead Rising 3 и Gears of Ultimate Edition с Hollow Guardians. Это те игры, которые я купил на дисках. Но дисками я вообще не пользуюсь, поскольку они сейчас, все эти игры, которые я купил, практически есть в подписках. Я в них не играю. Вот так. На этом у меня все. Надеюсь, вы теперь знаете, сколько у меня игр, какие игры, в какие я играю, в какие я не прошел и тому подобное. Напишите в комментариях, какие игры у вас, сколько их, какие погоды, какие нет, какие ваши самые любимые видеоигры. На этом у меня точно все. Большое вам спасибо за просмотр. Если нравится видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч.